Рукопожатие на эмблеме Федерации и профсоюзов имело все шансы стать негласным символом этой встречи. Защитники прав трудовых коллективов говорили, этот диалог – знак нашей востребованности. Представители власти подчеркивали, сотрудничество будет продолжено. Это очень мощный, сильный костяк, на который, безусловно, может опираться власть, который чувствует такого серьезного партнера во взаимоотношениях и во взаимоотношениях как с работодателем, так и с трудящим. Первые шаги новой власти руководство Федерации оценило положительно. Николай Меркулов отметил инициативу о создании комиссии по легализации зарплат. Взятый правительством курс на доведение заработной платы работников до средней по отрасли поддерживаем. В то же время считаем, что на повышение уровня заработной платы повлияло бы установление минимальной заработной платы в регионе. Предложения чередовались с просьбами о помощи. Представители коллективов говорили о наиболее сложных ситуациях в своих отраслях. Весь обслуживающий персонал, а это 18% работников учреждений образования области, находятся за чертой бедности. На ряде предприятий зарплата, напротив, приличная, а рабочих рук не хватает. Кадровый голод, к примеру, на Тикмаше. Если у кого-то есть знакомые или родственники, соседи, если у них есть рабочая специальность, они без работы, пусть приходят в наш завод. Работа найдется и заработать на заводе можно. Представитель Орлекса Татьяна Назарова с трудом боролась с волнением. Она представляла коллектив, чье будущее, как не раз говорили, предрешено. Уже более пяти с половиной лет боремся за сохранение предприятия. Но 22 апреля был выдан приказ по всем подразделениям на сокращение 214 человек из 325 имеющихся, оставшихся, так правильнее сказать. У людей появилась надежда, передала Назарова настроение коллектива. На минувшей неделе Вадим Потомский озвучил позицию региональной власти по поводу судьбы предприятия. Вплоть до того, что мы, по всей видимости, выйдем как регион с целью покупки конкурсной массы и приобретение этого предприятия себе, в казну, для того, чтобы сохранить, а, коллектив, потому что там работают не просто какие-то специалисты, это специалисты, которые производят оборудование для военно-промышленного комплекса. В ближайшее время глава региона намерен встретиться с коллективом «Арлекса». Наряду с этим заводом на собрании звучали и названия других предприятий. Предприятие «Межгосметизм». Данное предприятие принадлежит американской фирме «Линкольн Электрик». В связи с тем, что ситуация сейчас у нас с Америкой и с Украиной не очень хорошая, работники обеспокоены тем, что им грозят сокращениями. Мы посетили этот завод. Прекрасный перспектив развития. Наоборот, они собираются расширяться, развиваться. Я не говорю, что нам досталось там плохое наследство. Нам досталось хорошее наследство. Орловская область – прекрасный край с трудолюбивым населением. И те проблемы, которые здесь имеются, они носят системный характер. Они не присущи органически к Орловской области. Наоборот, многое из того, что в стране уже развалилось, здесь еще и имеет место для того, чтобы жить. В заключении встречи Александр Бударин подчеркнул, что правительство намерено и дальше опираться на мнение тех, кто работает в каждой конкретной отрасли. Сегодня встреча с членами правительств области была наиболее популярной темой в ряде крупных предприятий и организаций Орловской области. На данный момент в Федерацию профсоюза входят 16 областных отраслевых объединений и почти полторы тысячи первичных.